Партнер показа сеть фирменных магазинов Гефест. Добрый вечер, дорогие телезрители. Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире передача «Добрый вечер, Гомель». И мы приветствуем всех, кто сейчас смотрит телеканал «Беларусь-4 Гомель». В студии Светлана Князева и Александр Гамоля. «Настоящее искусство вечно», гласит крылатый афоризм. С этим нельзя не согласиться. Я думаю, мы сегодня еще не раз убедимся в этом во время беседы с нашими гостями. С удовольствием вам представим преподавателей Гомельского государственного художественного колледжа, членов Союза художников Беларуси Ирину Данилову и Арсения Дворонина. Ирина Николаевна, Арсений Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер. Мы благодарим вас за то, что вы приняли наше приглашение сегодня. Поговорим о живописи, ткачестве, моделировании и о том, как прививать к искусству в молодежной среде сегодня любовь. Арсений Михайлович, Ирина Николаевна, вы наверняка, как преподаватели, знаете, как подарить стране новых талантливых живописцев. Вот все ли могут рисовать и как стать настоящим художником? Ирина Николаевна, пожалуйста. Ну, я думаю, что, наверное, с рождения все что-то делают. Все пытаются как-то карандашиком что-то изобразить, что-то выразить какие-то свои чувства. Маленькие, совсем маленькие детки. Все дети рисуют без исключения. Просто, ну, потом начинается классификация, что называется, по теме. И уже у кого-то это падает глубоко внутрь и хочется выразить себя через творчество. Кто-то уходит в технику, в литературу, в искусство, ну, то есть в разные области. Все это творчество. В любом случае это все творчество. Системно развивает, конечно же, художественная школа, какие-то кружки, какие-то студии. Это вот сейчас, на сегодняшний уровень, на сегодняшние потребности, это, мне кажется, очень важно. В наше время, когда этого еще не было в таком количестве, была студия Валентина Петровича Покаташкина. У меня, слава богу, так получилось, что я училась в 10-й школе и преподавал Роберта Фимовича Ландарски. Ну, всем известно. Вам вообще повезло, Ирина Николаевна, что он уже служил на русском. Да, да, но тогда он еще не был таким Робертом Фимовичем Ландарским, как он сейчас. Это был еще молодой преподаватель и очень добрый и хороший человек, который, в принципе, поддержал меня в моих каких-то стремлениях, идеях пойти в том направлении. Я ему очень за это благодарна. Арсений Николаевич, у вас были хорошие учителя в вашей жизни. Да, я считаю, что если человек доволен своей профессией и жизнью, это очень важно. Быть довольным и чтобы профессия была интересная. Вообще, я считаю, для человека очень важно, но для мужчины особенно. Хорошая профессия и хорошая семья, хорошая жена. Да, несомненно. Мы искали хорошая зарплата, что удивительно. Это уж как получается, да. Абсолютно верно. Конечно, очень важно на своем пути встретить нужного человека, который тебя поддержит, заинтересует. А я думаю, что у людей, ну, как бы считающих себя успешными, вот, необделенными и профессией жизни, это обычно так и бывает. Люди интересные, хорошие люди встречаются и поддерживают, и, как говорится, толкают дальше. Как проходило ваше становление как художником? Ну, я, да, ну, с детства, конечно, я тоже мечтал быть художником, вот, и думал, что это такая, знаете, божественная профессия, недосягаемая просто, вот. Вот, и когда я однажды прочитал в книге про наш Белорусский театральный художественный институт, что там учатся художники, и, ну, это был рассказ художественный, и что, значит, один вот студент, как бы он показывал свои рисунки, и там был нарисован просто ботинок, вот. И он был здорово нарисован, ну, мы знаем, что Ван Гог очень много рисовал ботинков, это, конечно, здорово у него. Вот, и я подумал, что да, это возможно, возможно поступить, возможно научиться этому и, ну, и работать в этом, так сказать, в этой профессии. Сегодня не спадает ты в молодежной среде интерес к изобразителям искусства, как считаете? Ведь много очень других способов самореализации у детей, в том числе у ребят вашего колледжа появились. Поддерживать, удается поддерживать интерес к изобразителям искусства? Ну, значит, этот интерес, я думаю, что он не спадает, и не спадал никогда. А другое дело, что сейчас появились различные, ну, компьютеры и так далее, и так далее, различные технические средства, которые помогают, они должны помогать. Они помогают создавать вот творческие какие-то, ну, композиции, темы и так далее. Но, с другой стороны, это и мешает. Если раньше ребенок, вот мы по своим детям, они мечтали создать что-то свое, допустим, какую-то сказку, картинку, да, да, да. То им приходилось это, ну, мечтать и рисовать, и делать это руками. Сейчас это немножко упрощает, как бы вот можно найти картинку и попутешествовать с ней, или игры вот эти вот. Но есть очень способные ребята, очень способные, и мы очень довольны, и когда попадаются такие, это просто счастье для преподавателей. Ну, мне кажется, еще очень много информации разные. Они сейчас просто бедные, огорошены вот этой информацией всякой. Да, она свалилась буквально уже недавно. И для них это очень тяжело, ну, для их возраста, для их знаний, для их вообще внутреннего какого-то состояния, им очень тяжело это все переваривать. И практически они, можно сказать, преодолевают вот такие глыбы вот этого всего и ненужного, много мусора. Им надо вот так вот пробраться сквозь это. Поэтому, если у людей все-таки есть вот такое желание, есть желание, и все-таки где-то он видит вот ту звезду и не смотрит на эти глыбы, а все-таки их как-то разметает, это очень здорово. Хотелось бы спросить, какие конкретно дисциплины вы преподаете в колледже, чему обучаете детей? Ирина Николаевна. У меня специальность, есть у нас живопись, специальность живописи, специальность дизайна и графического дизайна, так вот, ну, определено. И декоративно-прикладное искусство, текстиль. Именно текстиль, потому что я текстильщик, я тканщик. Да, начали на рейнерической фабрике. Ну, я заканчивала отделение художественного оформления тканей и моделирования. Ну, не моделирование, не дизайн одежды, а дизайн ткани. Поэтому для меня это вот, ну, в нитках я просто себя чувствую как рыба. И вообще с тканью, с тряпочками, с лоскутками. И поэтому мне вот очень хотелось. Это, в общем-то, работа такая, знаете, можно сказать, от миниатюры до монументального произведения. Ну, я преподаю на отделение дизайн. Преподаю дизайн, композицию и рисунок живописи. Ирина Николаевна, ну, вы, конечно, известный в городе Гомеля человек. Ну, прежде всего, по вашим работам, которые можно наблюдать во многих заведениях, учебных заведений города Гомеля. У нас совместная работа. Ваши, ну, гобелины производят, ну, конечно, неповторимое впечатление. Как вы вот увлеклись этим? Вот когда уже трудоустроились, либо это как-то было раннее увлечение от качества? Все началось именно с того, что это было как... Да, ну, знаете, когда в детстве все же мы там рисуем, шьем, рисуем для куколок какие-то платьицы, куколок рисуем. Ну, это, в общем-то, девчонок это раньше было. Сейчас это все готово. Там барби, там какие-то картонные уже готовые. А раньше это мы все сами делали. И одежду, да, мы рисовали специально. Много труда уходит на производство такой высоты. Да, в общем-то, такое среднее тканье, где-то метр квадратный ежедневного труда. Так, по 6, по 8 часов. Месяц. Но это может предшествует какая-то подготовка, нужно скис, модель. Обязательно, обязательно, да. Да, сначала, как в любом абсолютно жанре нужно, в творчестве нужно создать эскиз, нужно его как бы выносить, а потом сделать картон, подготовительный картон. Это уже в натуральную величину. И потом он подкладывается под специальное... Ну, в общем, должен быть обязательно оборудование. Это станок, с сосновой, на которой все происходит. И уток, уток. Это та же кисточка с красточкой, только цветными ниточками. И это все создается вот путем тканья. И вручную. И вручную. Хорошие преподаватели, это очень много значит. Очень много значит. Мы по себе это знаем. А потом еще, знаете, когда преподаешь, ведь идет такая внутренняя работа, ребенок тебе приносит, и ты видишь, что это еще не то, и так далеко не то. Ты начинаешь включаться, начинаешь его заставлять мыслить, он в ответ мыслит, и начинается такая интересная работа. И когда ты потом получаешь вот... То, что надо. То, что надо, или хотя бы приблизительно, прямо вот даже удивляется. Лиша радуется. И за себя, и за учащихся. Да, да, что ребенок. Поэтому я не могу сказать, что дети, они замечательные. Просто вот когда их вытягиваешь, получается то, что надо. А настоящие кузницы талантливых молодых людей, которые обучаются в Гомельском государственном художественном колледже, сюжет нашего корреспондента Веры Котляр. Давайте посмотрим. Художник, творческая профессия берет свое начало еще из глубины веков. За 26 лет существования Гомельского государственного художественного колледжа из его стен вышло немало известных в творческих кругах личностей. Художники, дизайнеры, аэрографы. По праву, это учебное заведение в Гомеле можно назвать кузницей творческих кадров. Слава о колледже, благодаря его выпускникам, разошлась далеко за пределами не только области, но и страны. Учиться сюда приезжают со всей республики и ближнего зарубежья. Любое среднеспециальное учебное заведение имеет, на мой взгляд, один критерий оценки. Непробиваемый совершенно количество студентов, поступивших в высшее учебное заведение. Любое среднеспециальное учебное заведение имеет смысл оценивать именно по этому параметру, потому что в него входит все. Мы даем базовую подготовку, мы, в принципе, готовим ремесло, даем. Люди, которые заканчивают наш колледж, имеют все шансы поступить практически в любое учебное заведение бывшего Советского Союза, что не раз и доказывали. Поступали в Россию на искусствоведение, на живопись, на графику, на реставрацию и так далее, и так далее. Бытует мнение, что для того, чтобы стать художником, не обязательно получить образование. Главное – это талант, и тут не поспоришь. Но отсутствие диплома не позволит устроиться на хорошую работу. Сегодня в колледже обучают на трех отделениях – живопись, дизайн и декоративно-прикладное искусство. На последнюю специальность учащихся набирают лишь раз в четыре года. В основном – это будущие учителя. Кстати, как бонус, здесь эту специальность получают все. Но у каждого выпускника есть право выбора – продолжить учебу или начать трудовую жизнь. Дизайнеров у нас в Гомеле нуждаются в том направлении, чтобы особенно крупные промышленные предприятия, которых у нас в Гомеле достаточно вполне, все-таки имели возможность в свое личное пользование специалисты-дизайнеры. Особенно для того, чтобы двигать себя в качестве своего имиджа, в качестве своей продукции. Потому что сейчас это достаточно так выглядит не очень презентабельно, не очень досмотребельно. И в этом отношении, конечно же, было бы здорово, чтобы вот такого рода специалист появился на предприятии. Кстати, именно дизайнеры, по мнению преподавателей художественного колледжа, особенно должны быть востребованы на местном рынке труда. Не могут работать дизайнерами, хотя у нас такое позиционирование, что они исполнители, дизайнеры-исполнители. Но, тем не менее, нашей подготовки вполне достаточно, чтобы они были с позиции не только исполнительского мастерства работали, но и с позиции творческого мастерства они работали. То есть они вполне готовые специалисты к такого рода деятельности. Всего в колледже обучается около 150 человек. В каждой группе от 8 до 15 учащихся. Для занятий творчеством, а именно так можно назвать весь учебный процесс в колледже, необходимо пространство и возможность индивидуального подхода. Да и случайных ребят здесь почти нет. Для того, чтобы быть художником из большой буквы, надо любить свое дело по-настоящему. Я с самого детства, в принципе, любила рисовать и очень долго думала, куда же пойти. И узнала о таком чудесном месте, как этот колледж. Конечно же, сразу же заинтересовалась и приехала сюда, посмотрела. Да, мне здесь очень понравилось и решила поступать на графический дизайн. Конечно, хотелось бы стать дизайнером, нежели учителем. У нас колледж дает очень хорошую базу, и поэтому, в принципе, после окончания можно поступать в дальнейшем в высшее учебное заведение, в академию или в БГУ, ну или уже идти работать, в принципе. К слову, присматривать своих будущих потенциальных учащихся здесь всегда заранее. С этого года в нашем колледже есть такая группа детей с 6 до 10 лет. Пока что это студия, может быть, в дальнейшем это будет детская художественная школа при колледже. Они занимаются рисованием, лепкой, в процессе игры. Очень интересно, с просмотром разных мультиков, фильмов для детей. И получают такое красивое всестороннее образование. Через несколько лет, возможно, эти детки к нам придут поступать. Работы юных талантов постоянно участвуют во всевозможных выставках и ежегодно экспонируются в галерее Гавриила Вашенко. Большая часть произведений находится в авторском архиве, а вот курсовые и дипломные работы остаются в фондах колледжа. Таким образом, каждый выпускник оставляет здесь частичку себя. Ирина Николаевна, Арсений Михайлович, после окончания колледжа выпускники в какой профессии могут себя найти? В каких профессиях, может быть? Это художник-оформитель и преподаватель. Учитель может преподавать в кружках, в художественных школах, в художественных классах. Но вообще после среднего образования желательно иметь высшее образование. У нас училище колледж славится тем, что дает очень хороший толчок, хорошее образование для поступления в высшее учебное заведение. И в академии, да, хорошая база. И в академии наш колледж, ну, знают как один из лучших в этом плане. Таким преподавателем, конечно. То есть можно быть не только художником, но, например, и режиссерами, и видеть какие-то... На всех отделениях. Я думаю, что просто здесь дается вот изначальная такая база духовная, духовного развития, скорее всего, когда человек уже потом может идти дальше и выбрать себе путь, который ему ближе. Он может быть и актером, он может быть и режиссером, потому что я знаю очень многих режиссеров и актеров, которые заканчивали именно художественное. Вот когда слышишь художественный колледж, кажется, что вот только художники. А на самом деле очень широкий спектр профессии. Нет, это дает просто очень хорошую, широкую базу образования. Именно творческую и духовную. Да, у нас же преподают, кроме специальных дисциплин, еще и историю искусства, очень широкое. Да, да. И нужное, правда? Нужное, да. И, как говорится, этика, эстетика, это вот дается как бы для развития духовности души. Эдотова Юлия Николаевна, она тоже завершила обучение в нашем училище тогда еще. Потом академию закончила, именно искусствоведение. Сейчас она преподает историю искусств. И всеми любима. Вот так будем говорить. Скажите, в конкурсах, в мероприятиях каких-то ваши воспитанники чаще участвуют? Вот даже Катюша Мартинкевич, она выиграла, то есть заняла третье место и без экзаменов поступила в академию. В специальном конкурсе? Да, в республиканском. Да, профессионального творчества. А в целом организовываются конкурсы в училище, выставляются работы, есть победители, может быть? Да, да. В прошлом году дал старт новый конкурс «Мастер». Ирина Николаевна прошлым летом возила наших учащихся в Москву на конкурс профессионального мастерства в Академию Сергея Андрея. «Акварели изящных искусств» называется. Это конкурс организовало союзное государство, Россия и Беларусь. Ребята проявили себя. Много чего подчеркнули там, наверное, хорошо проявили себя. Это конкурс талантливой молодежи 21 века. И вот в рамках этого проекта мы съездили тоже вместе с музыкантами, мы съездили в эту Академию и получили... Ну вот я сейчас еще нахожусь под впечатлением и под желанием творить, работать и как-то видеться. Мы знаем, что ваш творческий путь был связан с именем, вы сами об этом сказали, известного белорусского живописца Валентина Покаташкина. Совсем недавно прошла его выставка, по-моему, она еще проходит. Давайте посмотрим об этом видеоинформацию. Валентина Покаташкина Автор с детства испытывал сильную тягу к искусству и необъяснимую связь с миром прекрасного. Валентин Покаташкин известен не только как воспитатель творческой молодежи, но и как художник с разнообразным творческим диапазоном. Индустриальные и лирические пейзажи, люди труда, красота и притягательность родной Беларуси – вот основные мотивы живописных произведений, представленных на выставке во Дворце Румянцевых и Паскевичей. Валентин Покаташкин много путешествовал, и результатом его поездок явились художественные работы, обобщенные четкостью живописного почерка автора в сочетании с тонкой передачей его настроений и душевных переживаний. На этой выставке представлено творчество Валентина Петровича Покаташкина различных лет его жизни, начиная с 1975 года и заканчивая нашим 2015 годом. Чернобыльская тема немного особняком стоит, религиозная тема – это две работы «Хлебно-сущный» и «Мой дедуля-старовер». А вообще он любит пейзаж и отдает предпочтение именно этому жанру своему творчеству. Член Союза художников Беларуси, известный живописец и заслуженный учитель Республики Беларусь, воспитавший не одно поколение мастеров художественного творчества, Валентин Покаташкин сегодня у нас в гостях. Валентин Петрович, добрый вечер. Добрый вечер. Валентин Петрович, вот эта выставка, которая сейчас проходит во Дворцово-парковом ансамбле, это, наверное, своеобразный отчет о вашем пройденном творческом пути, какие-то ваши мироощущения, впечатления, те уроки, которые вам удалось извлечь из жизни. Люди, дети, все там, так? Ну, если вы знаете, выставка у меня называется «75. Дети, творчество, любовь». Это мы слышали в сюжете, да. Вот поэтому, как говорится, я приурочил эту выставку и юбилейную, ну и, соответственно, показать, что мое все творчество и педагогическое деятельность было связано с детьми. Тут правильно сказали, что несколько поколений я, как говорится, вырастил. Более тысячи у меня выпускников стали профессиональными художниками. Закончили и художественные колледжи, и академии. А при Советском Союзе учились они во многих городах Советского Союза. И в Ленинграде, и в Москве, в Иваново, в Ярославле, помимо нашей родной Белоруссии. В том числе, вы давали уроки нашим гостям, Ирине Ганиловой. Ну, дело в том, что мы, как говорится, знакомы давно. И плюс, я 18 лет преподавал в художественном колледже. Поэтому мы, собственно... Мы из одной кузницы ковали одни кадры. Но из-за студии я никогда не бросал. Я работал и в училище, и вел в студии занятия с маленькими детьми. Вот поэтому я, вот, слово «любовь», вот, ну, без этого слова не обойтись. Потому что детей надо любить. Вот. И когда ты относишься к детям именно как к своему ребенку, вот, они чувствуют это. «Где дух не водит рукой художника, там нет искусства», – сказал Леонардо да Винчи. «Уважаемые гости, вы согласны с утверждением гения?» Безусловно. Да, конечно. Как можно пояснить его слова? Ну, дело в том, что, понимаете, мы знаем, что дети все рисуют. Вот. Но, когда наступает период, бывает, как бы, ломка у человека, вот, вот, почему-то в детском садике все дети рисуют. Как попадают в школу, вот, многие, как говорится, бросают это. Почему? А почему бросают? Потому что, понимаете, сам подход у нас сейчас, в данный момент, к искусству в школе, стал маленьким. Ну, что такое, там, час в неделю рисования, раньше это гораздо было больше, вот, дети стремились к этому. А сейчас даже во многих школах, я не побоюсь сказать это, что рисование заменяет другим предметом, там, математикой, там, или русским, или прочее. Вот. Поэтому на сегодняшний день, вот, где-то в школе получился пробел. Вот. Одно время черчение убрали, потом, как говорится, вернули, но, опять-таки, там мало часов. А ведь многие же, ведь, учащиеся, заканчивая школой, поступают в технические вузы, где надо знать черчение. Чтобы развито было воображение. Это очень важно. И тут и творчество, опять-таки, присутствует, слово. Сейчас, вот, как говорила Ирина Николаевна, заменяют компьютеры многие. Программы стоят, в которых можно работать, и, может быть, это тоже не так развивает воображение, как могло бы развиваться. Но, вы знаете, компьютер — это одно, а когда ребенок своими руками это сделает. Конечно, совершенно другое. Вот, это совсем другое. Валентин Петрович, ну, задача художника не доказывать, а показывать. Как вот вы считаете, вот, на нашем белорусском пространстве, в художественной среде, каких работ достаточно, а чего, может быть, не хватало бы, не хватает, каких видов работ? Ну, я бы хотел сказать, что, понимаете, у нас в республике много художников. Но почему-то многие художники, многие художники стараются уехать на Запад. Вот даже у меня, например, есть такие ребята, которые... Один знаменитый скульптор в Америке живет, в Вашингтоне, на Центральной площади поставили его к скульптуру. Вот. Тишин Игорь живет во Франции. Вот, кстати, вот недавно была передача, там минские, как говорится, вот... Коллеги наши, да? Да, коллеги. И там упоминали именно Тишина, как талантливого во Франции. Наверное, хотят прославиться и, ну, чтобы имя знали не только у себя в стране, но и с рубежом. Ну, дело в том, что, понимаете, я хотел бы сказать, что они могут и здесь прославиться. Но все-таки в Европе, как говорится, более благороднее. И, как говорится... А может быть, там публика другая, она чувствует, ну, как бы, и внимания больше к художникам, ценителей больше этого вида искусства? Ну, в принципе, у нас тоже внимание уделяется. Ну, может быть, не на таком уровне, как, допустим, во Франции или в других странах Европы. Но я бы хотел бы сказать, что у нас к художникам относятся нормально. Вот единственное, что время такое немножко трудновато, что если раньше были производственные мастерские, художник мог заработать какие-то деньги, поехать летом в творческие командировки куда-нибудь. А сейчас большинство художников в основном занимается преподаванием. Потому что прожить, бессловно, как говорится, на эти деньги... Ну, кстати, насчет преподавания. В 1963 году, если я не ошибаюсь, вы буквально с нуля создали студию изобразительного творчества. Так? Я прав? Да. И начали заниматься вот преподаванием, привлекали детей, учили рисовать. И сейчас занимаетесь тем же. Где, как вам попасть? Куда? Ну, дело в том, что попасть очень просто. Вот. Я, в принципе, всех ребят принимаю. Но я, правда, работаю со старшими ребятами. Это где-то девятый, десятый, одиннадцатый класс. То есть их готовлю к будущей профессии. То есть именно, чтобы поступали в учебные заведения. Но у нас есть преподаватели, которые занимаются с маленькими детьми, начиная с пяти лет. Поэтому прийти просто к нам во дворец, вот, записаться. И либо было бы желание у ребёнка заниматься. Поэтому очень просто к нам поступить. Было бы желание. Близин Петрович, да. Близин Петрович, а вы какой-то определённой технике рисования уделяете внимание? Или в комплексе охватываете разные направления? Ну, я веду и рисунок, и живопись, и композицию. Почему? Потому что при поступлении и в колледж, и в академию, вот, там университет архитектуры многие поступают. Даже вот у меня несколько человек поступило в Вильницкую академию, в Варшавскую академию. Прямо со студии. Вот, поэтому мы с учётом правил приёма, что требуется на экзаменах, я сугубо, как индивидуально, с каждым, как говорится, готовлю их к поступлению. Скажите, Валентин Петрович, а что бы Вы посоветовали тем ребятам, которые уже вступили на путь художника? Начинающим. Начинающим. Начинающим, да. Художником? Ну, во-первых, понимаете, прежде всего, каждый выпускник, он и в колледже, и в академии получает чисто реалистическое, как говорится, направление. Потом, пройдя какой-то период, свой творческий период, находит свой, как говорится, своё направление. Свой стиль. Свой стиль. Почему сейчас вот немножко, как говорится, от реальности отошли, стали, как говорится, в другом направлении работать, но всё равно у них есть, именно, как говорится, основа заложена у человека, именно реалистическая, как говорится. А дальше уже индивидуально свою почерк у всех со временем появляется. Каждый уже находит свой индивидуальный почерк. Это вот как мы, каждый взять с нас, как мы расписываемся или там пишем, вот так и художник должен, как говорится, найти свой, как говорится. Это как фундамент дома. Без фундамента мы ничего не построим. Надо сначала вот этот фундамент создать, а потом уже можно строить любые башенки. Да, а потом уже художник уже сам ищет, как говорится. Ну что ж, уважаемые гости, спасибо, что вы сегодня были с нами, спасибо, что пришли, поделились своим творческим опытом. Мы же вам желаем вдохновения во всех ваших делах. Да, спасибо вам, наверное, от лица всех ваших учеников, в которых вы очень много вложили. Творческих вам успехов и в дальнейшем всего вам самого хорошего. Спасибо вам. Ну а телезрителям мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня были преподаватели Гомельского государственного художественного колледжа Ирина Данилова и Арсений Дворонин. А также художник, заслуженный учитель Республики Беларусь Валентин Покаташкин. Это программа «Добрый вечер, Гомель», и мы приветствуем всех, кто только что присоединился к просмотру нашей телепередачи. В студии Светлана Князева. И Александр Гамоля. Свет, скажи, пожалуйста, ты любишь музыку? Саша, я без нее просто жить не могу. Ну и без какой музыки ты не можешь жить? Без популярной, без классической? Может быть, ты теперь слушаешь джаз? Саша, для меня самое главное, чтобы музыка была душевной. Тогда с удовольствием тебе представлю музыкантов, которые исполняют только душевную музыку. У нас в гостях участники инструментального трио Гомельской областной филармонии «Лирица». Арт-директор Андрей Сочнев, балалайка-контрабас, Елена Сочнева, цимбалы, Денис Лобачев, баян. Добрый вечер, дорогие гости. Добрый вечер. Коллектив, который известен не только в Гомеле, но и далеко за пределами нашей страны, инструментальному трио «Лирица» рукоприскали в лучших залах России, Литвы, Польши, Германии, Италии, Китая и Японии. Многочисленные победы коллектива «Лирица» на международных конкурсах и приглашение их на всевозможные зарубежные фестивали, такой ритм жизни для этих творческих людей стал уже нормой жизни. Но лучшие слов этих артистов, конечно же, представит музыка. Андрей, Елена, Денис, пожалуйста, задайте нашей беседе музыкальный тон. Звучит музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, замечательная композиция, даже мороз по коже, наверное, поэтому у вас так много поклонников. Расскажите, как зародился ваш коллектив, с чего начался творческий путь? Вы знаете, в 1996 году Елена окончила Белорусскую государственную консерваторию, и, конечно же, ее ждала педагогическая работа, она приехала в город. И ждала, но не дождалась. Дождалась. Я, естественно, как все молодые специалисты, была распределена в Речицкую школу искусств. Но поскольку человек, закончивший консерваторию, находится еще в очень прекрасной исполнительской форме, хотелось еще, естественно, играть. Поэтому мы эту идею создания ансамбля долго до этого обдумывали, и уже только по приезду в Речицу начали пытаться осуществлять эту идею, собирать инструментарий, подбирать исполнителей, кто бы согласился с нами вот так же пробовать выступать, создавать что-то общее, в общем творить. То есть мы нашли музыкантов, кто нас поддержал эту идею, и в 1997 году мы назвались Лирицей, и собрали, на тот момент нас было пять музыкантов. Кстати, интересное название Лирица, вот почему именно это название? Это спонтанность или долго думали и вот нашли такое слово? Нет, конечно, не спонтанность, мы обдумывали, искали, было много разных предложений, общались с друзьями, то есть целый процесс шел. Но Лирица, это производное слово Лира, то есть Лира символ всех музыкантов, ну а здесь вот, как видите, уже она маленькая Лирица. И еще Иц, что-то тоже обозначает Иц. Ну, может быть, маленькое окончание города Речица. Хотелось вложить название, частичку своей родной родины. Частичку города, да, может быть, да. А как вы, Андрей и Елена, в свое время познакомились, сошлись, искали же вы уже третьего к себе в группу человека? Ну, конечно, все истоки из Гомеля, то есть мы окончили вместе с Еленой Гомельское музыкальное училище, Несера Федоровича Заколовского. И там мы друг друга и знали, она была на курс младше меня. И вот с того момента наша дружба длится сейчас уже... Много лет. Много лет, да. Уже в рамках семейной жизни, правда? Семейной жизни, да, абсолютно верно. С недавних пор вы играете в обновленном составе. Трофима Антипова сменил баянист Денис Лобачев. Скажите, поменялся ли в этой связи репертуар Лирицы? Что-то поменялось? Вы знаете, поменялись ощущения, поменялась игра. Поменялись аранжировки, может быть, даже и прежних произведений, но они зазвучали как-то по-свежему, по-новому, как-то с каким-то молодым духом, скажем так. Денис привнес искорку, да, новую? Денис, а как вам в этом коллективе работаете? Ну, вообще здорово очень. Это как своего рода отдушина, что ли, бальзам на душу. Мы слышали о вас, как обочине отзывались такой увлеченный своим делом, и вот Лирица в старый состав, очень довольны, что вы попали к ним. Ну да, мне тоже очень нравится с ними работать. Ожидали вы, что вот так возьмут и пригласят? У меня даже мысли такой не было. Это был как подарок на Новый год. Перед Новым годом мне позвонил Андрей. Была интересная история, извините, что я перебиваю. Позвонил Денису в субботу, и понятно, что человек отдыхает, суббота, воскресенье. Никого не трогает. И поступает предложение. Денис, хотел ли бы ты поиграть вместе с нами? Я понимаю, что это очень спонтанно. Ты, пожалуйста, подумай, там выходные, может быть, в понедельник, там, во вторник свяжемся, с семьей надо же обсудить это все. Потому что все-таки гастроли, поездки, активная жизнь и так далее. Давай созвонимся там уже на следующей неделе. И беседа наша вечером в субботу закончилась. А воскресенье она продолжилась. Десять утра. Не дожидаясь ни денег. Мы в такой неге, еще просыпаемся от звонка, звонит Денис. Говорит, я согласен. Коротко и ясно. И то, что ждали, да? Это прозвучало так, я готов. И на сегодняшний день мы очень рады, что он с нами. И мы уже практически год как вместе. Были ли опасения вот на первых концертах справиться новый участник, не справиться? Ведь репертуар непростой, играете вы без нот. Многие даже вот думали, что, наверное... Не срастется, да? Не за прямую инструментальному трюну. Но наоборот, я так понимаю, вы получили новый какой-то творческий рывок, виток произошел в вашей биографии, вашего коллектива. Насколько легко было готовиться к первой программе вот в таком составе? Конечно, изменения это все непросто. Это понятно. Но с Денисом произошло очень все легко и непринужденно. Человек буквально за очень короткий срок, буквально там две недели... Две с половиной. Две с половиной. Буквало трех. Буквало трех недель он поднял репертуар, который, естественно, уже у нас был наигран. Мы предоставили ему ноты. И он за полторы, за две с половиной недели сделал невозможное. Обычно вот эта программа за какое время осваивается? Тут две с половиной. А так вот, если размеренно, спокойно... Тут все необычно в этом коллективе. Можно и до двух-трех месяцев это вот еще в это все восстать. Нужно выиграться, нужно сыграться. Очень быстро, Денис. Я просто занимался поэтому. Он такое ощущение, что был всегда готов. И ждал. Да, и вот он попал в нужное время, в нужное время, в нужное место. Вот как-то совпало в его... А как вы нашли Дениса? Откуда узнали про этого музыкального? Ну, мы, кто-то, может, порекомендовал. Все-таки у вас такой уже известный коллектив, заслуженный, всеми любимый. Нужно было не просто с улицы новичок в этом деле. Может быть, кастинг объявляли. Можно, да, открыть секрет. Нам его порекомендовал Андрей Глазенков. Хотя я пытался ему дозвониться, но у меня был, видимо, неверный номер. И Андрей Глазенков, с которым мы тоже играли на Лирафесте, на Банданионе, он с нами играл, несколько композиций. Он предложил позвонить Денису. Почему вы ему еще до сих пор не позвонили? Он уже, говорит, давно по Гомелю ищет, с кем бы поиграть. Он очень давно этого хочет. Мне кажется, это вот ваш случай, ваш вариант, который вам подойдет. Только, ну, естественно, согласится ли он. Но тут уже вот я вам предлагаю того человека, которого я, может быть, даже вижу больше всего. Кто мог бы заменить, да. И произошла... Произошла чудо. Собородная встреча, правда. В обновленном составе какие конкурсы, какие фестивали посетили, где побывали? Расскажите, какие впечатления. Ну, уже в обновленном составе, да, у нас вот буквально осень была очень насыщенной. Мы были на международном 15-м фестивале аккордеонной музыки в городе Кошелин, в Польше. Концерт прошел с ошеломляющим успехом. Очень интересно, у поляков очень интересный подход к фестивалям. Смотрите, что они делают. Они, значит, фестивальная программа состоит в чем? Приезжают детские составы различных исполнителей по возрасту. И вечерние концерты проводят, значит, представители, там, допустим, России, Белоруссии, там, Германии. Они играют концерты, а днем проводят мастер-классы с учениками. Понимаете? Они работают с этими ансамблями, оркестрами, дают им свой опыт игры. Как мастера. Дети учатся. То есть не просто приехали, выступили, а еще и пользу совершили. Поэтому уровень очень высокий у исполнителей на сегодняшний день, у поляков. И вечером проходят концерты. И вот перед нами первый день играло уральское трио из Перми. Потом был наш концерт лирицы. И третий концерт был Париж-Москва, дуэт Романа Жбанова и Доминики, Франция. Ну, и этот фестиваль, конечно, это знакомство, это феерия. Но наш концерт, естественно, был... Выделялся на путь остальных. Очень. Вы знаете, что произошло. Все польские зрители, там где-то, ну, не знаю, мест, наверное, 600. Полный зал. Очень, да. Такой красивый, уютный зал. Значит, все зрители в конце концерта поднялись и делали вот так. Лирица! Вы зажгли, в общем. Все. То есть для нас это было, знаете, как точка попадания. Это просто, ну, это очень большое достижение, чтобы вот на мировых таких сценах и весь зал поднялся. И уже за первые полгода, да, вот уже произошел тот момент, который, в принципе, уже показывает о том, что смена человека, исполнителя в коллективе, в принципе, она произошла очень гладко, мягко, и коллектив работает дальше, и может опять так же претендовать на те же площадки, на те же мероприятия, значимые международные, чтобы соответствовать, как он и был всегда. Далее мы полетели в город Калининград. У нас уже был сольный концерт в филармонии Калининграда. Очень шикарный зал, костел, огромная акустика, двухуровневая сцена, сзади огромный орган, очень камерная обстановка, шикарно прошел концерт. Позже мы полетели в город Оренбург. Мы участвовали в пятом международном экономическом форуме. Представляли наш Беларусь. У Елены там был интересный опыт, расскажите. У меня первый раз в жизни получилось, ну, я не знаю, с чем это связано, но сказали, что у тебя в этот раз... Миссия. Да, такая миссия, ты должна быть ведущей от Республики Беларусь в составе трех ведущих разных стран. Казахстан, Россия. Беларусь, Россия и Казахстан. Вот ведущей будешь в данном случае ты. У меня не было ни разу такого опыта выходить на сцену и говорить. Я всегда, как чаще всего, играю. И, естественно, тут уже, как бы, говорить не приходится. И не отвертишься, надо выходить. А тут приходится говорить. И что вы думаете? У меня, думаете, получилось сразу? Вот казалось бы, что там страшного? И к сцене привык. И к публике тоже. И мероприятия сложные, простые. И сценарий, вроде же, наверное, дали, да? И сценарий уже прорепетировали в течение всего дня, потому что режиссер очень ответственно подошла к этому вопросу. Мне надо было сказать первые слова. Поважанные сябры. И у меня, я, во-первых, не узнала свой голос. Во-вторых, он куда-то пропал, как будто я его проглотила. Просто такое ощущение, что это проскрепело. И я удивилась, что оказывается... Я думаю, как настоящий артист вы справились. Выкрытились. Вот так дальше уже, да. Но вот первое вот это ощущение, что ведущим быть все-таки оказывается не так просто. Зато ей одной только подарили букет цветов. Ведущий. Да, в конце так получилось, что цветы принесли почему-то потому что белорусская мама и она огуршная. Привожаю. Ну, интересное тоже мероприятие. Концерт тоже удался, насколько я слышала, да? В Оренбурге. Концерт, да. Вы знаете, даже можно назвать концерт в концерте получился. Потому что режиссер концерта отслушивал номера. И все время мы слышали такую нотку. Как они будут... Как они вот 30 минут будут слушать инструментальную музыку? Как? То есть она заботилась о зрителях, соответственно, да? И переживала. В результате зрители не отпускали нас, как всегда. И получился концерт в концерт. Я хочу добавить, что с нами в концерте участвовали еще коллективы из Казахстана и из России. Когда мы отыграли на общей фотографии, столько из Казахстана, столько облепило этих студентов в национальных костюмах. Захотели с вами сфотографировать. Да, да. Даже, по-моему, министр культуры Казахстана. Это признание, это признание таланта. Это в любом случае... Ну, ваша игра не оставляет равнодушным даже того, кто, может быть, никогда не слышал инструментальную музыку. Это так. Абсолютно верно. Вы знаете, мы тоже сейчас вот разговариваем с ребятами. Когда человек смотрит афишу, видит цимбалы, балалайку, баян... И думает, ну, сколько денег, сколько денег. Как это мне выдержать, да? Но после концерта люди уходят. И сейчас вот на сегодняшний день вот в таком составе у нас происходят чудеса. Мы отыграли концерт, нам предлагают тут же приехать опять еще раз либо в следующий город, либо на следующий фестиваль. То есть каждый раз нас приглашают дальше, дальше, дальше. И у нас уже на сегодняшний день есть некий план. Замечательно, замечательно. Елена, а как вы считаете, откуда вот эти чудеса? Где накроется, ваше чудо? Ну, я думаю, что это зависит от того, как ты относишься к зрителю. Если ты открыт, если ты свое искусство, творчество и свое мастерство несешь с радостью, то я думаю, что отклик зрителя в любом случае должен быть таким же. То есть и естественно, что когда ты работаешь со зрителем, ты ему открываешься, ты с ним контачишь даже на уровне взгляда. Мы же не разговариваем и не поем. И уже этот отклик из зала приходит в любом виде, в любом случае. Потому что, мне кажется, вот это ощущение, как мы туда отдали, естественно, так оно оттуда вернется. Ну, у нас, знаете, сейчас вот на сегодняшний день коллектив-праздник. Можно это так назвать, да, фейерверк. Без лишней скромности, но это так, правда? Ваша коллектив является визитной музыкальной карточкой Гомеля. Скажите, что в ближайшее время ожидает поклонника у ваших? Может, какую-то интересную программу готовите? У нас в планах, конечно же, есть... Мы хотим записать диск именно своих композиций. То есть сейчас над этим идет работа. И Денис у нас тоже творит, он пишет как композитор, занимается. И вот идея... Сейчас у нас этап уже созидания. То есть мы сейчас хотим сделать свои работы и воплотить это вот в диск и в жизнь. Ну, это такой вот, да, диск, а вот концертная деятельность? Ну, естественно. То есть когда создается новая программа, она рекламируется. И я думаю, что в Гомеле будет... Большой, интересный концерт. Да, когда мы будем играть. Такие далекие расстояния, вот как концерты в Японии, в Китае, планируете выезжать? И вообще, как они проходили там, в этих странах? Ведь Япония, это, кажется, конец света или страна восходящего солнца. В Японии был конкурс. Нам подсказали, это об этом конкурсе еще в Новосибирске. Подсказали, что есть интересный конкурс, где приезжают разные составы. Конкурс называется «Камерных ансамблей», но есть такая номинация, куда приезжают, даже могут приехать группы из пяти ударников. То есть там нет инструмента, кроме ударных. Ну, может, ксилофон, он немножко мелодичен. Вот наш состав пропустили, посмотрели. Ну, это и был, естественно, видеоотбор. Туда отобрали только 40 коллективов по всему миру. Не знаю точно, сколько было заявок, но нам, кажется, достаточно должно быть много. Конечно, всемирное такое мероприятие. И в этих 40 коллективах попали мы. И мы полетели. Потому что японцы брали большую часть расходов на себя. Конечно, для любого состава коллектива, большого или маленького, это большое подспорье. Выгодное, приемлемо, да. Мы полетели в Восоку и участвовали там в конкурсе. И каковы были впечатления, каков результат? Впечатления особенные. Потому что зал был необычен туда репетировать, да и пробовать площадку. Не пускали никого, чтобы у всех было равные условия. И интересно, он был весь деревянный. Стулья, даже балконы. Все это было в дереве, сцена. В общем, обрамленный изнутри, весь в дереве. И получается очень интересная акустика, которую мы здесь ни разу не встречали. И то есть ты вот приходишь на сцену, и у тебя начинаются другие совершенно ощущения. И ты под эти ощущения начинаешь выстраивать всю программу. А это ж надо соединиться еще эмоционально втроем. Потому что у каждого свое ощущение пошло. Такое было ощущение от контрабаса, что звук полетел в ту сторону, вернулся и ударился сзади о заднюю стену. И потом только к нам. То есть мы вот это вот... Еще надо было в этой акустике как-то все это... Неожиданно, непредсказуемо было не только для зрителей, но для вас. Это неожиданный был зал, да. Мы, конечно, в третий тур не прошли, выбрали 8 коллективов. Но это просто потому, что там и смычки, и духовики, и пианисты, и народные инструменты, и ударные. И такое множество, что это... Хорошо, что мы вообще туда попали. Потому что Япония такая страна закрытая, в которую не каждого пустят. Но мы вошли в десятку... Мы вошли в десятку лучших коллективов мира. Мы были девятыми. Пропустили 8 коллективов, 2-й, 3-й тур. Мы по баллам были девятыми. И нам было это очень приятно, потому что это очень серьезные было испытания, серьезные соревнования. Расскажите о ваших проектах. Мы знаем, вы организовываете фестиваль, если я не ошибаюсь, правильно? Где помогаете юным талантам себя проявить, не так ли? Ну, он называется конкурс. Конкурс. Да, то есть не фестиваль. Конкурс, он уже будет в этом году... В следующем году он будет пятым. И он уже стал настолько популярным. Конкурс называется «Золотая лирополесья». Это он в Гомельской области проводится у нас? Да, он проходит в Гомеле, в первой школе Чайковского. И наши музыканты уже Белоруссии, он уже признан. Очень много исполнителей приезжает. В прошлом году было 190 участников на этом конкурсе. И я думаю, что в следующем году он будет в ноябре. Будет гораздо больше исполнителей, потому что мы открыли еще одну возрастную номинацию. Будут профессора, опять же, из России, из Польши. Будет концерт Юрия Шишкина в рамках конкурса. В общем, это лучший военный из мира. Должно быть очень солидно и очень здорово. Потому что хорошо, что вы уделяете тоже внимание подрастающему поколению, передаете все свои... Идея зародилась тоже после путешествия по миру, после выступления, когда вы, наверное, видели, как где-то за рубежом... Конечно. Хотелось в Белоруссии, вы знаете, да, многим на сегодняшний день сложно музыкантам выезжать за рубеж. Это понятно и в финансовом плане, и где-то нужно соответствовать уровню. А здесь удобно, в Белоруссии. Вы можете приехать, посмотреть, насколько твои силы, насколько ты успешен. Успешен поучаствовать в конкурсе здесь, на месте, послушать хороших музыкантов, послушать мастер-классы ведущих педагогов России, Европы. И именно вот создать такой хороший уровень международного конкурса у нас была вот в этом цель. И я думаю, что это получилось. И она достигнута. Да, да. Андрей, Денис, Елена, мы не можем оставить наших телезрителей без очередного музыкального подарка. Исполните? Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok